Привет друзья, Vivo U17. Так и хотелось назвать его Y17. Это официал и наконец-то BBK официально заходит на рынки Европы. И их не нужно покупать в Китае на англо-китайской прошивке. Он конкурент тем же Xiaomi, Honor, Huawei. А конкуренция нам, конечным потребителям, только на пользу. Вот почему я его взял на обзор. Да потому что он имеет неоспоримые плюсы. Во-первых, цена. Это средний бюджетник и позволить себе его может каждый. Во-вторых, что меня заинтересовало, это наличие NFC. В-третьих, память. Тут целых 128 гиг встроенной памяти и 4 оперативной. И еще один момент, тут батарея на целых 5000 мА. Ну прям все хотелки среднего пользователя собраны в одном. Но есть кое-что, что меня не очень впечатлило. Впрочем, давайте по порядку. Кстати, есть модификация на 64 гигабайт. Конечно, дешевле. Но доступен такой вариант только в России. В Украине доступны сейчас версии на 128 гигабайт. В общем, цены добавлю в описание, кому интересно. Итак, комплект у нас довольно богатый. Тут из коробки силиконовый чехол и даже фирменная гарнитура. Инструкция, гарантия, все красиво, смартфон для украинского рынка. Также есть блок быстрой зарядки, который выдаст 9 вольт 2 ампера. А кабель у нас microUSB. Жаль, конечно, что не Type-C, но пока так. Сам смартфон худышкой назвать нельзя. Но если бы у меня был выбор, смартфон потоньше или батарея побольше, я выбрал бы батарею. А тут именно так. Задняя панель градиентной окраски, черно-фиолетовый. Это, по-моему, больше для девушек окрас. Для серьезных мужиков вряд ли подойдет. Есть также темно-синий вариант, что уже более универсальное решение. Окантовка камеры тоже придает шарма красиво. А сама камера совсем чуть-чуть выступает. Материал этот пластик, но чертовски похож на стекло. Правда, ой-ой-ой, как будет залапываться, и микроцарапины не заставят себя ждать. Не зря ведь положили чехол. Правда, вид будет, конечно, уже чуть не тот. Спереди стекло, но не Gorilla Glass, как мы привыкли, а Panda King. Что уже хорошо, что есть защита. Тем более, из-за воды дополнительно на экране есть защитная пленка. Ну и, конечно, капля вверху экрана, куда же без нее. Спрятать ее тоже не получится, а жаль. Ведь выбор это всегда хорошо. Хотя, к примеру, в некоторых играх под нее обрезается. Есть выход по 3.5 миниджек. Он у нас снизу. Тут и микрофон, микро-USB вход и основной динамик. А лоток под сим-карты у нас царский. На две сим-карты и карту памяти. Хотя памяти и так хоть отбавляй. Что касается разблокировки, тут есть два способа. Сканер отпечатка пальцев на спинке. И скорость, как для среднячка, просто отличная. Быстрее многих, что я тестировал из этой ценовой категории. Также есть разблокировка по лицу. Тоже срабатывает быстро и точно. Для активации можно в настройках выставить пробуждение по поднятию со стола. И вообще будет удобно. Экран. IPS с разрешением HD+, на 6.35 дюйма. Здесь хорошие углы обзора, неплохой диапазон яркости, цветопередача. Но вот разрешение, конечно, хотелось бы Full HD. YouTube понятно, что в 720p можно будет смотреть. И в играх не такая детализированная картинка, как при Full HD. С другой стороны, меньшая нагрузка на процессор и ту же батарею. В настройках есть защита зрения и регулировка цветовой температуры. И в общем, для своей цены пойдет. Теперь железо и оболочка. В смартфоне стоит Helio P35. Я хорошо с ним знаком. И что я могу сказать? Как для бюджетника, проц отличный. 12 нанометров, экономный. Благодаря ему и хорошо оптимизированной оболочке FunTouch OS 9.0, смартфон очень резвый, все работает и открывается быстро. Не на уровне флагманов, конечно, но пользоваться вполне приятно. В Antutu он набирает более 88 тысяч баллов. Это норма. Что касается игр, запускал танки. И самый оптимальный выбор на нем, это средние настройки. Когда ставил высокие, иногда случались просадки. PUBG сам выставляет низкие и играть вполне удобно и комфортно. Сама же оболочка прикольная. Как только я получил смартфон, сразу начал доставать верхнюю шторку. А ее хоп и нет. Здесь только уведомление. Оказалось, что она вызывается свайпом снизу. Я должен признать, что это чертовски удобное решение. Учитывая, что рынок завоевали лопаты. Здесь тянуться не нужно, все под рукой. В том числе последние открытые приложения, настройки яркости, звука и так далее. А еще можно включить одну удобную фишечку, которую я видел у Samsung уже. Это возможность опускать шторку отпечатком пальца. Так что управлять одной рукой вполне себе возможно. Также можно включить жесты вместо кнопок. Но такие жесты, по-моему, менее удобные, чем обычные кнопки. Они тут, кстати, заметьте по дизайну, как старые добрые андроиды. Хотя в настройках их можно менять как угодно. Еще пробовал установить фирменную тему. Так вот, если хотите погонять овцу, это ваш выбор. Овца это приложение, кстати. На иконке можно нажимать. Для детей самое то. Да и так, побаловаться. Оболочка очень гибкая. Тут настраивается очень многое. Даже режим мотоциклиста есть. Это уже не шутки. Я пользуюсь смартфоном от Xiaomi. Но я знаю точно, если бы я перешел на эту оболочку, я бы не испытывал дискомфорта. Она дружественная. А теперь пару слов о звуке. Мультимедийный динамик меня порадовал. В меру громкий и звук неплохой. Его можно назвать средним по качеству на сегодня. В наушниках звук, как по мне, имеет не самый большой запас по громкости. Что у больших, что у малых. К разговорному динамику вообще претензий нет. Все отлично. Камера. Где-то читал, что его позиционируют как молодежный камерафон. Ведь здесь три модуля камеры. Основной на 13 мегапикселей, широкоугольный на 8 и вспомогательный на 2 мегапикселя для вычисления глубины резкости в боке. Но вы знаете, что Smart Plus любит на белое говорить белое, на черное черное. И до камерафона ему очень далеко. Во-первых, бюджетность сенсора выдает низкий динамический диапазон. Проще говоря, если снимаем светлые участки, например, небо, внизу все темнеет. Или же небо выгорает, а внизу видно. Это минус. Камера не блещет детализацией, хоть неплохие кадры получать можно. Особенно хорошо получается макро. Портреты мне тоже не очень понравились. Много шумов на лице и ошибки проскакивают. В плохом освещении, конечно, шумов добавляется, но я думал будет хуже. А здесь вполне сносно. Фронталка заявлена на 20 мегапикселей с множеством улучшалок, но качество тоже так себе. Много пластилина. А вот что не понравилось совсем, это видео. Качество никудышнее, никакой стабилизации нет. Тест съемки видео Full HD 30 кадров. Это потолок, кстати, 4К не поддерживает. И оптической и электронной стабилизации в данном телефоне нет. Это, конечно же, недостаток. Я стараюсь идти сейчас плавно, но все равно трясочка некоторая будет. Проверим динамический диапазон. Как видно, что все внизу темнеет, когда подымаю к небу. Так что видно, что сенсор тут, конечно же, бюджетный. Но это ожидаемо. И проверим автофокус. Автофокус. А нет автофокуса. В общем, сколько я не пробовал, только по тапу. Давно, если честно, не видел смартфон без автофокуса при съемке видео. Может, мне такой образец попался, но рассказываю, что вижу. Так что любители поснимать видео останутся недовольны. А вот любители хорошей автономности будут в восторге. Тут действительно хорошая батарея. 5000 мА и энергоэффективный проц. Также HD+, разрешение вместе дают отличную автономность. Два дня, если вы не геймер, можно спокойно выжимать. А чуть экономнее, то и на 3 может хватить. Игры садят смартфон на 6% за 30 минут. А вот видео разряжает смартфон всего на 3% за полчаса. Это все при яркости 75%. Зарядился смартфон от 0 до 100 за 2 часа 17 минут. Что не так быстро, конечно, но, учитывая большую батарею, нормально. Заглянул я также в датчики. Тут полный порядок. Есть и магнитный датчик, и гироскоп. А главное NFC. Он тут есть. Я, например, для себя уже не рассматриваю девайс без NFC. Пользуюсь постоянно. Пробовал также навигацию. Все тоже в полном порядке. В общем, я готов сделать выводы и подвести итог. Впервые у меня устройство от Vivo. Причем не с кривым кастомом, а с полноценной глобальной прошивкой со всеми нашими бендами LTE. Просто достал из коробки и пользуешься. Мне нравится, что за эти деньги можно получить вполне резвое устройство. С таким количеством памяти, с такой большой батареей, с чипом NFC и удобной оболочкой. Вот самые основные моменты, что привлекают. О недостатках вы тоже уже в курсе. Хотелось бы экран Full HD и камеры получше, местами звук. И корпус из стекла и металла. Но понятно, что и стоил бы он тогда дороже. А в целом мне приятно, что первый блин от Vivo на канале вышел не комом. Уверенно могу сказать, что смартфон стоит своих денег. И такой порекомендовать друзьям было бы не стыдно. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь и до новых гаджетов и ПК. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok